Привет всем! Благослови всех Господь и сохрани всех Господь во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Служение дома это очень важная вещь. Каждое воскресенье старайтесь просто объяснить детям, что стоит в Библии, как хочешь, чтобы мы жили. И просто мы должны, как родители, объяснить это детям. Потому что в моей жизни было очень долгое время, где я тоже, не тоже, а вообще, если у кого-то сейчас проблемы, был разбитый. Я просыпался в выходные дни, весь был замученный, у меня тело болело, все было это. И Бог дает благодать, Он мне дал. Сейчас, сейчас, третьего сына и здорового сына. И они сейчас тоже. И он начал молиться, маленький, средний сын. И он хочет служить Господу и идти. Мы должны ему быть примером, чтобы они видели, как родители читают Библию, как они хотят идти за Богом. Поэтому постарайтесь просто делать так. И просто старайтесь читать Новый Завет и служение дома. Это очень важно, чтобы дети просто это видели. В вечере, чтобы они видели, рассказывайте им, что такое вечеря, что такое, как Иисус Христос спас Его, как в жизни все. И, конечно, мы должны жить в любви, потому что, если у нас нет любви, тогда это тоже мы, как эти пыли, мы ничего не значим, мы все с любовью. Мы должны идти за Богом. Пару слов с местописания из Библии, воскресенье, чтобы это видели дети. Помолиться, сказать Богу Иисусу Христу спасибо, семейное служение. Мы должны слушать Бога, потому что это единственный. Путь на небеса, это Иисус Христос. Заповедь новую даю вам. Долюбите друг друга, как и Я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца и даст вам другого Учителя, да пребудет с вами. В доме Отца Моего убителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. Видите, я еще трудно читаю все, но я хочу читать, наполняться словом, потому что это меня ведет вперед, да. И это каждого будет вести вперед, это личное общение с Богом. Это просто говорить про Него и так же дома, да. Мы должны, чтобы дети это видели, хоть чуть-чуть, они это запоминают, и потом для них это будет нормально. И они будут жить этим, да. И когда-то они поймут, что это была защита молитвы, и это была его очень цель. И они начнут читать, и молитва Богу за детей, за всех, да. Да, ну, служение дома, это семейное служение, это очень важно, чтобы мы читали Библию, чтобы дети просто этим наполнялись, чтобы они видели, как мы читаем Библию. И что говорит Библия, Иисус отвечал, царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда. Царство Бога не отсюда. Из-за этого мы должны детям объяснить это, чтобы они были, вы на этой земле были, просто знали, что у них есть Спаситель. И также для нас, родителей, отцов, мы должны, в той же Библии стоит, чтобы мы должны рассказать про Господа, не раздражать детей, а рассказать им истину, да. И также наставить их на путь истинный. Там стоит, если ты юношу наставишь в юности, тогда он в старости не упадет, и в жизни он будет идти прямо. И это очень важный момент в жизни для всех людей, для всех родителей, чтобы мы своих детей наставили на правильный путь с Божьей помощью. Здесь это стоит в Библии тоже все. Читайте Библию, Новый Завет. Там про это все стоит, да. Потому что детям нужен Господь, и нам нужен Господь. И также в Библии стоит, если ты будешь идти за Господом, если ты будешь делать волю Божию, будешь, примешь Иисуса Христа своего Спасителя, то Бог благословит тысячу после тебя потомство твое. Иисус говорит ей, не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, восхожу к Отцу моему и Отцу вашему и к Богу моему и к Богу вашему. Мария Магдалейна идет и возвещает учеников, что видела Господа и что Он сказал ей. Библия вся полна очень многими, очень важными моментами, да. Из-за этого я это просто для чего записываю. Это, я думаю, будет важно очень всем людям, вот это все служение, чтобы к семье, где тяжело, где вы не знаете, куда идти, обязательно мы должны постараться все родители друг друга поддержать, чтобы дети познали Господа нашего Иисуса Христа и чтобы они шли за Ним. Потому что без Бога Отца ничего у нас не получится. Библия это очень мудрая штука, и единственный Спаситель у нас это и есть Иисус Христос. Вот от Иоанна, глава 21, 25 стих стоит. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подобно, то, думаю, и самому миру не вместить бы ни написанных книг. Аминь. Пару слов из Библии, местописания для рассуждения и просто прославить Бога. Сынок, пойдем молиться, пойдем. Дай руку свою, пойдем. Дай руку папе, дай маме руку, давай. Спасибо, Господь, за этот день, за детей. Веди их, мы хотим помолиться, чтобы все дети шли за тобой. Дай нам мудрость родителям, чтобы они просто прославляли тебя, потому что они ходят по твоей защите. Ты нам их подарил, и это видно, что это Божие творение. Это твой дар, дети. И потому что мы должны также им сейчас уже объяснить в юности, что есть Бог, есть Спаситель, чтобы они жили, и чтобы они также пришли к тебе после жизни на этой земле. Потому что если ребенок не придет к тебе, тогда у него будут очень большие проблемы в жизни, и он не будет стоять. на праведном пути. Благослови, Господь, и спасибо тебе за этот день, спасибо тебе за воскресенье, спасибо тебе за здоровье наше. Мы сейчас хотим принять вечерие. Вот принимаем вечерие, как Иисус сделал это с учениками своими, как образ такой, вот, плод Иисуса Христа, кровь Иисуса Христа, чтобы мы обновились снова, чтобы он присоединился к Иисусу, чтобы он нас просто обновил своим Духом, Духом Святым. Аминь, аминь, благослови вас, Господи, сохраните детишки всего мира, идите за Богом нашим, Иисусом Христом, и служите Господу нашему, Иисусу Христу. Аминь. Наиль, давай, сложи ручки и скажи, как ты всегда говоришь, аминь. Наиль, ты же наш Божий Сын, да? Спасибо тебе, Иисус, за путь, истину и жизнь вечную, за твое спасение на Голгофе. Спасибо тебе, что мы имеем право называться сынами Божьими через твое спасение. Спасибо тебе за эту мудрую книгу Библии, которая нас ведет. Спасибо тебе, что ты умер и воскрес за наши грехи, потому что единственное оправдание у меня и у всех людей, это только ты. Без себя нет никакого оправдания. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо, Господь. Спасибо, Святой Дух, что ты ведешь нас и ты показываешь, что правильно, что неправильно. Учишь нас. Спасибо. Благослови всех, Господь. Аминь. Благослови всех, Господь.